Дорогие друзья, всем привет! Это Вероника. Очень рада вас видеть у себя на канале. Большое спасибо, что нашли время, чтобы зайти. Сегодня видео будет для бьюти-голиков. Мы сегодня будем разбирать все те бьюти-новинки, которые попали в мои жадные ручки. Так что давайте наливайте себе чай, кофе, усаживайтесь поудобнее и давайте смотреть, что же нового, классного, интересного появилось в этом огромном, просто поэтически прекрасном бьюти-рынке. Давайте начнем с таких вот позитивно-зеленых, каких-то просто ботанических средств от бренда Amway. Это линейка Essentials by Artistry. Здесь вышло несколько продуктов, которые я вам сегодня хочу показать, потому что мне они очень-очень сильно понравились. Это абсолютно новая линейка базовых средств по уходу за кожей лица. То есть необходимо всего несколько продуктов, чтобы покрыть базовые потребности кожи. Что же мне понравилось в этой линейке? Мне понравилось, что здесь отсутствуют сульфаты и вообще в целом, в состав средств входят ингредиенты натурального происхождения. Мне очень понравилась отдушка. Она легкая, не раздражающая, знаете, такая цветочно-растительная. Ну и еще, конечно, один весомый аргумент это доступная цена. Ну и давайте расскажу вам по продуктам, что у меня есть, чем я пользуюсь. Вот такие есть салфеточки для снятия макияжа. Отлично справляются со своими задачами. Это вообще такой мой, знаете, ленивый вариант умывания, когда уже вот я совсем засыпаю, у меня совсем нет сил пойти и умыться. Я использую их. Они у меня живут рядом с кроватью, на туалетном столике. Мне они очень понравились. Мягкая салфетка, которая хорошо тянется, но при этом не расползается. Достаточно хорошо пропитана средством. Оно не вытекает, но его и немало. Одной салфеткой, в принципе, можно снять ежедневный макияж. Если у вас были там смоки или 3-4 слоя туши, то тогда, конечно, понадобится 2 салфеточки. А так, отличнейшее средство. Главное, что они кожу не стягивают, не вызывают никаких покраснений. Супер! Еще есть вот такой гель для умывания. Я его использую в душе утром, вечером, в зависимости от того, когда я принимаю душ. Хорошее средство. Опять-таки, вот этот вот очень ненавязчивый растительный такой приятный запах. Хорошо смывает лишнюю жирность кожи, не пересушивает ее. Вообще, в целом, гелями для умывания всегда советуют умывать именно кожу. Но я пробовала, в целом, макияж тоже смывает, поэтому для меня это такое средство 2 в 1. Из увлажняющих средств мне больше понравился лосьон. Объясню, почему. Он абсолютно легкий, не перегружает кожу, не вызывает излишнего блеска. То есть, просто идеальное средство для ежедневного увлажнения кожи. Отлично ложится как база под макияж. И вообще, я давно не встречала такую текстуру средства. Оно такое легкое, знаете, напоминает какую-то молочную эссенцию. Оно вот просто тает на руках, тает на коже, моментально впитывается. Просто супер! Еще есть крем для лица. Он более плотный, чем лосьон. И мне кажется, что он лучше подойдет обладательницам кожи, которая нормальная или склонная к сухости. Я его использую в основном по вечерам, когда я чувствую, что за весь день кожа немножко подустала от макияжа. Если мне не хватает такого именно более глубокого увлажнения, отличнейший продукт. Опять-таки, точно так же, как лосьон. Он не вызывает излишнего какого-то блеска. Он быстро впитывается. Он очень комфортный. Мне понравилось. Следующие новинки такие горячие, что их просто тяжело держать в руках. Они просто обжигают. Ладно, шучу. У меня не получается вести себя так на камере. Короче, это у нас L'Oréal. L'Oréal Paris. Линейка L'SF. Балансирующая линейка. Три ценные глины. Знаете, мне понравилось все. Начиная от упаковки. У меня как-то в последнее время какое-то прям, не знаю, жгучее желание. Вот к этим вот оттенкам Tiffany. Каким-то таким нежно-сиреневым. Поэтому цвет это сразу просто да. Меня удивила маска. Я ожидала, что это будет типичная маска, которая как бы на все полотно волоса. Мне кажется, что бренд L'SF пошел по той же самой истории, что и марка Керастаз. В Керастаз очень много продуктов, которые называются прешампунь, премаска и так далее. Да, то есть это продукт, который ты используешь до очищения волос. Здесь все то же самое. Это маска для волос жирных у корней. Вы ее наносите только на корни. Гениальнейшее средство. И уже эту маску вы смываете, как обычно, шампунем. Шампунь написана и шампунь и бальзам без силикона. Если бы они еще были без сульфатов, это было бы просто цены бы этой линейки не было. Но здесь хотя бы без силикона. Мне очень понравилась отдушка. Мне очень понравилось, как все пенится. Какие волосы гладкие, рассыпчатые, блестящие. Вообще, в целом, марка Эльсеф, она неплохая. Она сейчас стала довольно-таки бюджетной. У них много разных линий. Но, повторюсь, лично я, лично я, жду, когда марка Эльсеф выпустит продукт не только без силикона, но и без сульфатов. Так как я человек, который на эту тему запарился. Так как я делаю кератиновое выпрямление. Бессульфатные шампуни, они продлевают жизнь этой процедуре. А так, линейка замечательнейшая. Именно вот очень хороший баланс. То есть и корни она вам очистит и немножко подсушит. А длину увлажнит и попитает. Так что прям пятерка. У моего наилюбимейшего бренда Clorans вышел вот такой вот продукт. Называется он Body Fit. Это антицеллюлитный крем. Да, сколько было споров. Сколько скандалов, интриг и расследований на эту тему прошло. Что же делает это средство? Здесь так и написано, что это видимое смягчение, подтяжка. И в общем, все в этом духе. В принципе, по составу это типичнейший антицеллюлитный крем. Но мне показалось, что он еще и обладает таким средством, как, знаете, фотошоп для ляжек. Соответственно, когда вы его наносите, кожа сразу же визуально становится как будто бы отполированная, как будто бы более гладкая, как будто бы более симпатичная. Конечно же, целлюлит это вот эти вот жировые шарики, которые живут под вашей кожей. Соответственно, никакой крем их просто так не уберет. Их не убирает, целлюлит не убирает даже там какой-то криолиполиз, на который я ходила. Потому что целлюлит это исключительно женская генетика, это обмен веществ. И ничего лучше от целлюлита не помогает, как бессахарное питание, пешие прогулки, спорт, массажи и так далее. Это просто приятное дополнение, которое хорошо ухаживает за кожей, повышает ее упругость, подтягивает ее, ножки выглядят гладже, симпатичнее. Еще у этой линейки аромат очень классный. Я ее начала использовать из глэмбоксов, мне пришел такой маленький формат. И теперь есть вот такое средство. Здесь 200 мл, все прекрасно, все прекрасно. Но может быть цена великовата. Я когда смотрела этот продукт, он в основных косметических сетях стоил что-то там за 2000 рублей. Но вы знаете, я в последнее время стараюсь не судить косметику по цене, потому что огромное количество брендов. И цена, ну какую цену бренд поставит, какие хорошие ингредиенты он использует, какие клинические испытания он оплачивает. Цена в общем-то складывается из этого. Поэтому в целом продукт неплохой. Если вы готовы ради своего эго, ради своей попоньки красивой потратить там больше чем 2000 рублей на крем, потратьте. Потому что отдушка, нанесение, эффект мне очень понравился. Но, конечно же, застойные стадии целлюлита эти средства не уберут. Продукт, в который я абсолютно влюбилась. И я тут была на съемках, и мы общались с девочками. И я как сорока трещала. Я просто внедряла инфу в массы. Потому что мне сделали комплимент на тему того, Вероника, у тебя такая хорошая кожа, такая прям увлажненная, такая сияющая. Я говорю, сейчас я вам все расскажу. Девочки, рассказываю вам тоже. Мне кажется, что это заслуга комплекта. И давайте я вам эти два средства покажу вместе. Хоть это и разные бренды. Первое. Это продукт от марки Dior. Hydrolife он называется. Time to glow. Это эксфолирующая пудра. Вы знаете, я не буду сейчас пытаться говорить что-то о составе. Потому что перед тем, как я снимала этот ролик, я полезла на все сайты, на все источники, почитать, что и как. Грубо говоря, это реально эксфолирующая пудра. То есть, если представить себе скраб для лица, только убрать из него всю влагу и еще его гораздо сильнее размельчить. Это реально мелкая-мелкая пудра. Потрясающий продукт. Он реально очищает, вычищает грязные поры, полирует лицо. При этом частички настолько маленькие, и они настолько быстро начинают растворяться на лице, очищая его, что нет вот этого чувства, как в скрабе. Когда ты трешь, 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 и ты прям чувствуешь, как эти маленькие частички тебя царапают. Здесь они не царапают, здесь они полируют. Я это средство сравнивала с Canebo, с Ensai, да, по-моему, все время я забываю, как это называется. Но марка Dior, она, конечно, это люкс, это никуда не денешь. И помимо того, что ты получаешь идеальное, красивое, отполированное лицо, здесь еще и упаковка. Мне кажется, упаковка очень хорошо гармонирует с моим задним фоном. Обожаю вот этот вот цвет, просто супер. И отдушка какая здесь прекрасная. Это какой-то такой оттенок, не знаю, какого-то натурального лимонада, чего-то такого сочного. Потрясающий продукт. Он сухой, его хватает очень надолго. Это не ежедневное средство для очищения лица. Этим средством можно пользоваться там до двух-трех максимум раз в неделю. Стоит оно для марки Dior не так уж и дорого. По всяким скидочкам можно найти его где-то там за 2 800, что ли. Но для Dior это не так дорого. Ну, согласитесь со мной, пожалуйста. В общем, отличнейшее средство. И прям захотелось попробовать всю эту линейку. Я и у многих девочек наших замечательных видела и маски, и все. Но я пока что для себя приобрела только такой продукт. И второе средство, которое я купила одновременно с ним, для меня это стала такая вот пара, которая реально делает мое лицо каким-то просто ангельски прекрасным. Ну, может быть, я заблуждаюсь, но мне так кажется. Это продукт от Givenchy. Это вот то, о чем я говорила, да. Вот эти вот два оттенка в последнее время. Это такой нежно-голубой, нежно-сиреневый, просто обожаю. Что это такое? Это Givenchy Hydra Sparkling. Это маска, увлажняющая маска, как-то она там еще сублимированная называется, в виде мусса. Значит, что это такое? Я тут даже оставила еще пока эту железяночку. Маска в виде реально какого-то вспененного, даже я бы сказала, чуть-чуть как будто бы суховатого мусса. Такой эффект получается, когда вот, я не знаю, там сахар начинаешь с чем-то смешивать, взбивать с желтками. И вот получается какая-то такая интересная воздушная текстура. Эта маска направлена на увлажнение кожи. Я считаю, что это один из самых лучших продуктов, которые я встречала. Потому что зачастую продукты, которые увлажняют кожу, начинают создавать на лице парниковый эффект, блеск, какое-то ненужное, неприятное сияние. Вот в этой маске этого всего нет. Вы наносите очень комфортный, очень упругий, очень тающий продукт. Так как это люксовый сегмент, отдушка здесь просто невероятная. Она цветочная, но вот ей невозможно надышаться. Это какой-то вот, знаете, мне прямо вспоминается группа Иванушки Интернешнл. Разве тебе не жалко этот букет сирени? Но это не сирень, но это вот какой-то невероятный цветочный весенний букет. Маска голубого цвета, на лице цвет не остается, все как-то так исчезает. Она довольно-таки быстро впитывается. Я этот продукт использую как ночной. Я не помню, она указана как ночная маска. Нет, не как ночная, но я ее использую на ночь. С утра ты просыпаешься с не опухшим лицом, а с очень нежным, с очень гладким, подтянутым, сияющим изнутри, не влажным, не потным, не блестящим, а вот каким-то просто ангельским лицом. Девочки, это чума. Да, это как бы не дешевый продукт, но вот эта комбинация, она стоит своих денег, это вот просто даже неоспоримо. Потрясающий, потрясающий продукт. Это один из новых запусков, поэтому я думаю, что можно где-нибудь попросить пробники, можно пойти потестировать где-нибудь в магазинчике. Супер! Бренд Жванши, я вас просто виртуально обнимаю. Огромное вам спасибо за этот запуск. Это просто нереальнейший продукт. Пять из пяти. Что-то у нас все получается какой-то в основном уходовое. Давайте немножко поговорим о макияже. Тональные средства. Тональных средств много не бывает. Да, это так. Поэтому я вам хочу показать вот такую новинку от марки Giordani Gold. Это у нас тональный крем в виде вот этих вот капелек. Мне, конечно, кажется, что Арифлейм немножко поздно это все сделали, потому что, ну, эпоха таких средств, она была прям вот в самом разгаре, там года два, наверное, назад, но не суть. Продукт отличнейший. Мне понравилось. Мне кажется, что немножко он заметен на лице по сравнению с там великолепным Маэстро Армани, да, который выполнен так же, но при этом Маэстро Армани как-то не до конца впитывается и все равно оставляет эффект какого-то подвижного лица. Здесь же продукт ты наносишь, он тоже такой вот немножко какой-то водно-силиконистый, но у него есть тот момент, когда он схватывается, и вот он остается на лице. Нет вот этого подвижного лица, пересиликоненного. Отличный продукт. Если кому интересно, я себе лично выбрала оттенок Light Ivory. Оттенков там много. Неплохое средство. Не 10 баллов из 10, не 5 баллов из 5. Я бы сказала, что это такая твердая четверка. Мне понравилось, потому что создает такой, знаете, вот эффект вуали на лице. С ним очень сложно переборщить, потому что когда ты начинаешь переборщивать, его уже становится видно, и ты хочешь это как-то промокнуть. А вот такой хороший тоненький слой создает очень приятное ежедневное нежное покрытие. Отдушка у него, как у всей линейки Giordani Gold, это какой-то такой их особый фирменный аромат. В целом, в целом, мне очень понравилось. Поэтому, если покупаете что-то себе из Арифлейма, обратите внимание. Не шедевр, не буду врать, но очень неплохо. На каждый день легкое, тонкое, нежное покрытие. Почему нет? Еще вышла вот такая вот прикольная линейка. Это у нас бренд Sephora. Ой, девочки, какие у нас жаркие споры под комментариями. В комментариях у меня под видео Sephora или Sephora. Мне говорят, моя подруга работает в Sephora. А другая говорит, нет, моя работает в Sephora. Короче, давайте мы определимся, что будем называть Sephora. Я знаю, что на нашем рынке принято говорить так. Sephora. Линейка Sephora Mixology. Значит, что это такое? Я сейчас вам все покажу. Выглядит она вот таким образом. Они сделали такие кругляшки, которые, в принципе, сочетаются между собой. Вот по исполнению, по упаковке мне очень понравилось. Потому что, ну, реально, как-то вот такие кругляшечки давно я не встречала. В основном, либо отдельные круглые, либо как у Naked'а, да, такие просто полосочки. Прикольно. Ни в коем случае качество нельзя сравнивать ни с Urban Decay, ни с Tarte. Нет. Это такие тени среднего качества. Они очень блестящие. И мне кажется, что, в основном, вот те сочетания, которые я использовала, они красивее смотрятся поодиночке. Несмотря на то, что линейка называется Mixology. Они все очень блестящие, и здесь не хватает матовых оттенков. Вот, ну, на мой личный вкус. И получается, что у тебя такое очень блестящее веко. Тени пигментированы, опять-таки, на мой вкус, не очень сильно. Но давайте не путать мухи от котлет. Палетка недорогая. Именно поэтому можно ей позволить то, что не все оттенки дико пигментированы. Но в целом, в целом, в качестве подарка и в качестве ежедневного макияжа, с которым не нужно перебарщивать, в принципе, пойдет. Почему нет? Красивое, симпатичное, такое яркое, большое зеркало. Why not? Ну и последнее, что я вам хочу сегодня показать. Вот прям буквально недавно мне приехала. Это у нас бренд Make Up Forever. Это мой любимейший бренд. Блин, у меня все бренды любимейшие. Я практически в любом бренде могу найти классный продукт. Что это такое? Это у нас линейка Aqua XL. Здесь вышли вот такие вот интереснейшие подводки. Вы знаете, что карандаши Aqua XL не смываются ничем, кроме масла, содержащих каких-то вот средств для демакияжа. Что подводки? Мне очень нравится в бренде Make Up Forever, что он честный. Если они пишут, что средство влагостойкое и водостойкое, вы можете с ним плавать, рыдать, купаться, сидеть в сауне. У вас это средство не сползет. И то же самое с этими подводками. Конечно же, я уверена, что максимально будут покупать черную. Но в целом Aqua XL здесь представили очень интересные оттенки. Тут есть несколько оттенков коричневого. То есть, есть более блестящие, есть более такой бронзовый. Есть такие бирюзовые оттенки, которые на лето тоже всегда идут красиво. И, ну, если уж как-то голубой карандашик и розовую помаду как-то мы оставили в прошлом, то вот такая насыщенная бирюзовая стрела на фоне какого-то золотистого смоки, мне кажется, это классическая классика. И почему нет? Вот, конечно же, есть черный, конечно же, есть серо такой графитный. Но повторюсь, эта подводка, вот с ней нужно быть очень аккуратной. Потому что, когда ты ее наносишь, у тебя нет никаких шансов ее подправить. Вот она нанеслась, и если ты не берешь суперсредство для снятия макияжа двухфазное, ты ее не смоешь, ни мицелляркой, ничем. В этом плане очень крутые подводки. Но это все-таки бренд Make Up For Ever, он направлен на профессионалов. Поэтому, если вы только учитесь носить стрелки, если вы не умеете их рисовать, учитесь на других каких-то продуктах. Здесь же один раз нанесли, и это, знаете, такая вот какая-то татуировка на день. Но это очень круто, потому что если профессионал использует такой продукт, вы можете быть абсолютно на 100% уверены в стойкости этого макияжа. Ну что, друзья, я думаю, на сегодня хватит, и так было очень много продуктов. Я стараюсь выпускать бьюти-новинки не очень длинными, но приходит столько всего интересного, и так хочется много рассказать о каждом продукте, что все время получается длинный ролик. Но постараюсь держать себя в руках. Надеюсь, что вам было интересно. Девочки, ссылки на все продукты, конечно же, есть под видео. Если в каких-то магазинах есть дополнительные скидки и акции, и какие-то промо-коды, я тоже это вам все указываю, пожалуйста, переходите, пользуйтесь. А то я тут в одном ролике не указала ссылки, вы меня уже даже пожурили. За это говорите, Вероника, где ссылки, что такое? Так что все оставляю. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Давайте дружить в Инстаграме, там я часто выкладываю свои фоточки. Будет очень приятно, если вы тоже подпишетесь на меня. Люблю вас, целую, отличнейшего настроения, вам красоты, здоровья, всего самого классного. Я надеюсь, что это лето все-таки когда-то начнется. Пока-пока! Продолжение следует...